Приветствую вас, уважаемые зрители! Нахожусь я сейчас на мосту Бараташвили и собираюсь проехать мимо парламента, где идет монтаж, установка главной новогодней елки, которые должны зажечь 15-го числа, в пятницу, тогда же зажгут и иллюминацию по всему городу. Хотя вот сейчас я проехал по проспекту Кетеван-де-Допали, царицы Кетеван, и там вот так вот фрагментально горит это освещение. Вот сейчас посмотрим, что будет. Если не перекрыто, конечно же, движение на проспекте Ростовели, потому что вчера ночью оно было перекрыто после полуночи. Видно, там шли тоже какие-то работы. Ну вот мы снимали то, как Аха Каладзе тестировал ситуацию. Он пришел лично, ознакомился с тем, что происходит там, как идет монтаж. Очень так все это красиво смотрится, богато. Ну а сейчас вот я хочу, чтобы вы тоже увидели вместе со мной, конечно же, в случае, если там движение открыто. На мой голос внимания не обращайте. Смотрите, немножечко он у меня сел, такой легкой простуды, легкого такого застужения голоса, но ничего не страшно, я думаю. Теперь, что здесь происходит на Площади Свободы? Здесь тоже монтируют сцену, готовятся к праздничному концерту, который состоится то ли 14-го, а скорее всего уж 15-го, и посвящен он будет тому, что Грузия получит статус кандидата в члены ЕС. Как вы знаете, в Брюсселе состоится такой авторитетный высокий форум, на котором главы европейских стран должны дать зеленый свет тому, чтобы Грузия получила статус кандидата в члены ЕС. А, вот, смотрите, вот, практически здесь горит освещение. Посмотрите, какая красота на проспекте Руставели, дорогие друзья. Вот, 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 даже вот это освещение тоже в цветах ЕС. Я не знаю, вот читаются или нет вот эти голубые синеватые лампочки. Я вот сейчас больше в мониторе вижу. Конечно же, то, что вы видите, желтенькие, да, на экране, но это все желто-синее. На самом деле еще немножечко элементы красного. Новогодняя елка сейчас не горит. Вот, вот, не горит новогодняя елка. Монтаж завершен практически. Сцену тоже смонтировали. Вот, видите, здесь тоже фрагментально не все подключено. Но еще, наверное, сегодня в полночь работы продолжится, я так думаю. Опять перекроют движение. Видите, вот эта часть, она не горит. Пока что, но вот эти красивые звездочки, они уже везде развешены. То есть, в этом году совершенно другое освещение, оно вот такое под эгидой ЕС. Я бы сказал, под эгидой Европейского Совета. Вернее, Евросоюза, да? Да, ну правильно, Европейского Союза. Союз не Совета Европы, Евросоюз. Почти, Совет Европы, это тоже европейская структура. По правую сторону, вот эта гостиница, Билтонер. Она тоже, видите, уже так вот оформлена красиво. Традиционно ее колонны горят. Ну вот я сейчас делаю еще один труп, дорогие друзья, чтобы вот так вот записать уже без моего комментария. Клипово, Клипово, чтобы все это записать, чтобы вы смогли бы это отдельным роликом все это увидеть. Дорогие друзья, вот сейчас подъеду я. Проедем вместе сейчас мы с вами. Опять-таки мимо парламента и на обратном пути. я уже это постараюсь вот так вот все, так сказать, запечатлеть. Послезавтра уже все будет подключено и все будет работать, все будет так вот красиво гореть. Так что, как Каха Каладзе заявил, всех горожан и гостей столицы приглашают на площадь перед парламентом для того, чтобы принять участие в церемонии зажжения главной новогодней елки. Вот так, дорогие друзья, вот еще раз можно все это посмотреть. Здесь очень все это красиво, вот так вот. Вот эта полоса тоже не подключена. Отсюда вот уже все вот так вот горит. Если вот помедленнее ехать, то вот все это вот прекрасно фиксируется. Фактически это такие первые кадры с места события, дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. До встречи. В новых видеороликах.